Всем приветики! Начинаем новый влог вот с такого вот снегопада. Прям метель у нас какая-то. Снег метет. Вообще, как никогда. Возвращение зимы в феврале. Зашли мы в универмаг погреться, потому что метель, потому что очень холодно. И посмотреть. Еще мягкие игрушки. Саша хочет какую-то акулу. Я все время смотрю на этого медведя. Какой же он огромный. Огромный, да. Что-то я здесь не вижу. Ой, ну это не такая акула. Как-то себе другую представляла акулу. Тут еще есть и розовые, и голубые акулы. Сколько они стоят? Скажи. Посмотри, сколько они стоят. 17 рублей акулы такие стоят. А нет, это старая цена. 17, 22 рубля стоит вот эта акула такая. Вот такие осьминожки. Мне нравятся вот такие. Вот вообще красненький такой, ярненький тоже. Дай его в пакетик засунуть, чтобы он не пачкался. Цыпленка такого недавно покупали. Только немножко другого раскраса. Тоже модная сейчас такая игрушка. Ой, а это что? Что-то такое. Рыба какая. Валдеть. Сейчас такие прикольные, конечно, игрушки. Я говорю, на улице холодно, а в магазине очень-очень жарко. Просто вот постоял, и все люди ходят расстегнутые, потому что невыносимо. Я говорю, в торговых домах где-нибудь так топят, что просто вообще. Вышли на улицу, а вот и метель прекратилась. В принципе, более-менее нормально. Очень много народу в Нермании, учитывая, что суббота вообще столько людей там, поэтому тоже как-то не хочется там толкаться. Тем более, нам еще не надо. Мы думали, ну, зайти просто чисто так, погреться. Погрелись нам хватило там 10 минут. Вот это вот желе такое, что я показывала в предыдущем влоге. Покупали наше белорусское апельсиновое. Сейчас попробуем, какое оно, как получилось. Брали перед этим желе виноградное. Было вкусно. Ну, тоже, тоже очень вкусно. А, в принципе, как ораньце, какой вкус. Даже мне вот эта апельсиновая понравилась больше, чем виноградная. Классное желе. Так, начинаю делать салат с курицей и с фасолью. Беру вот такую вот грудку куриную, копченую. И сейчас, ну, мне она целая, конечно же, не понадобится, но, может быть, примерно половинка надо нарезать кубиками. Жирненькая такая курица получается. Вот на такие кубики нарезаем. Так, в салатник отправляем курицу. Но я думаю, что этого маловато. Я подрежу еще. Так, теперь берем помидоры и тоже нарезаем. Кубиком нарезаем. Вообще, салатик очень такой легкий. В принципе, быстро делается. Сытный и вкусный получается. Для разнообразия почему бы не сделалось. В общем, состоит он из курицы, помидоры, сыр. Натереть на крупной терке надо. Яиц нету в этом салате. И красная фасоль. Банка красной фасоли. И сухарики. И майонез. Вот, в общем-то, такой салатик получается. Ну, своеобразный, интересный салатик. Я когда-то года три назад делала, посмотрела в свои эти плейлисты на своем другом канале Марину Крылову. Нож вроде заточила, но видно не очень хорошо. Так вот, посмотрела и думаю, надо повторить. Потому что салатик интересный и вкусный. Я помню, мне понравилось. Короче, надо тащить нож. Все, нож заточила. Совсем другое дело теперь. Хочется иногда какого-нибудь такого салатика небанального. Там, оливье, там, или под шумой, или с кукурузой, с крабовым палочками. Я сто лет, кстати, его не делала уже. Либо Красное море, вот с кальмарами последние два раза делала, как бы. А что-нибудь такое. Я его нашла и думаю, надо срочно сделать. И курицу, как бы, в прошлый раз я использовала филе куриное, отварное. Но как-то не захотела я заморачиваться, варить его, как бы. Поэтому увидела копченую курицу, грудку. Купила и нормально половину использовала. Половину еще можно придумать какое-нибудь блюдо с ней. Кстати, с этой куриной грудкой очень классно получается шаурма. Вот именно с этой копченой. Кстати, вот я сейчас говорю и понимаю, что да, надо сделать шаурму. Тоже что-то давно не делали. А домашняя шаурма, это... Ох, это просто песня, это очень вкусно. Люблю и вкусно поесть. Но, честно говоря, вот недавно ходили в грузинский ресторанчик, я снимала. Ну, как-то все мне там так себе, не очень. Хинкали эти все, как по мне, вкуснее домашней еды, когда ты сам готовишь. Ничего нету. Вот как-то так. На крупной терке натираю сыр. Ну, не знаю, может быть, примерно половина от этого стандартного кусочка. Здесь 200 грамм, грамм 100. Причем натираю на крупной терке. Потому что если я буду натирать на той терке, вот что с Валберресом, я показывала. Мы купили классная терка, очень классная. Но сыр там натирается мелко. Это мне не надо. Такой, знаете, вообще шубкой. Поэтому буду тереть на такой, на крупной терке. Ну, вот так вот получилось. Сыр натерся. Натерло, да. И сюда его в салатник отправляю. Достаточно будет. Так, теперь приступаем к фасоли. Сейчас я ее промою. Фасоль. Вот такую я покупала. Я уже показывала в предыдущем своем влоге. Купила фасоль. Сейчас ее надо открыть и все-таки промыть. Вот такая вот фасоль. Ну, честно говоря, не очень она хорошая была в этой банке. Первый раз такую покупала. Надо все-таки какую-то более другую покупать. Ну, ладно. Более-менее еще такая сойдет. Вот, нормально. И сейчас буду добавлять сюда сухарики и майонез. Вот такие вот сухарики. Использую в холодец с хреном. Кстати, они такие острые. Сюда насыпаю достаточно, наверное. Ну, понятно, что сухарики надо насыпать непосредственно перед подачей. Вот. И майонез. И майонез вот такой вот заправляем. С перепелинами, яйцом, махеев. И, в принципе, салат готов. То есть, достаточно такой простой. Я говорю, даже яйца не надо варить. Все, перемешиваем, заправляем и едим. В общем, салат получился супер-мега вкусный. Вот, даже много его так достаточно, салатник такой большой. Поэтому, очень рекомендую вам его приготовить. Уверена, вам понравится. Сегодня у нас вот такая вот вкусняшка. Как по мне, это самый удачный вариант пиццы. Потому что делается она на песочном тесте. Естественно, в духовке. Кстати, вторая такая же пицца сейчас находится в духовке. Самая вкусная, классная пицца на песочном тесте. А нас сегодня с вами день следующий. Вот, кстати, я посмотрела. В интернете погоду. Было написано, типа, минус 3, ощущается, как минус 9. Я думаю, ну, наверное, будет прохладно. Нет, наоборот, так хорошо. Так как-то комфортно. И даже такого сильного ветра нет. Что очень удивительно и, конечно, приятно. И такое вот уже освещение, как будто солнышко хочет выглянуть. По поводу супа сырного. Я же в прошлом видео показывала, как делаю сырный суп. Какая-то тупая овца там, что-то там писнуло. Типа, по поводу супа там, гадость какую-то написала. Я сразу в блог и в бан. Мне такое не надо. Я вот удивляюсь таких писак. Это вообще. Сырный суп, я подобный. Делаю примерно раз в год. Вообще, по правилам, его надо делать не с сосисками. Этот рецепт я когда-то в интернете нашла. Мне так понравился. Делала я его поздно, в 9 вечера. Поэтому идеально. Быстро раз, два и готово. И решила, конечно, этот момент отснять. А раньше я делала эти колбаски. Охотничьи колбаски. Но с ними столько возни. Вот эту вот пленку снимать. Это так муторно. Я так это не люблю. Думаю, да ну нафиг. Не хочу этих колбасок никаких. С этой пленкой возиться, поэтому купила вкусные сосисочки и приготовила. Я говорю, я удивляюсь таких комментаторов. Ну это так, просто к слову про сырный суп. Сразу пошла в вечную баню. Там не самое место. Да и все. Вот в последнее время у меня тянет что-то такое приготовить. Такое вот давно-давно забытое. Я говорю, полазить в этих плейлистах, что-то такое интересненькое найти. Салатик. Вот сейчас думаю, что бы еще такое вкусненькое приготовить. Ну и по поводу сериала. Сейчас классный такой сериал смотрю. Посмотрела вот этот контейнер, второй сезон. А сейчас смотрю сериал, который называется «С нуля». Там играют, ну вот, не то чтобы все те же актеры, но, например, вот как это, Маруся, то ли Фокина, то ли Фомкина, что-то такое. Он такую стерочку вечно играет. Она в контейнере играла такую вот. Марину эту, жену этого. Ну короче, если вы не смотрели, я буду рассказывать. Посмотрите. И вот «С нуля» тоже. Сюжет, в принципе, похожий. Сюжет, в принципе, одинаковый. Она вечно в роли таких подруг, которые отбивают богатых мужей своих подруг. Ну, в принципе, наверное, банальный такой сюжет. Вот всегда удивляешься с таких женщин, если у вас такие богатые, крутые мужья. Зачем вы в дом к себе приводите вот этих подруг? Ведь это классика жанра, на самом деле. Любая подруга, незамужняя такая, вся обделенная, одинокая, она тоже захочет иметь такого мужа. И тут она уже вам не подруга. Она вам уже враг и соперница. Как вот и в первом этом сериале, и во втором этом сериале. И она отбивает этого мужа и женой эту то ли в могилу, то ли в дурку. Ну, в одной, в одном случае в дурку, а в другом случае в могилу. Вот. И выходит замуж за этого богатого дяденьку. И потом дяденьку тоже вык, и чтобы завладеть его имуществом. Вот это так, кратко, в двух словах. Но она вот хорошо играет, эта Маруся Фомкина. Фокина, как ее там. Она играет такую стервочку. Но действительно, сериал очень такой жизненный. Я вот не люблю эти розовые сопли, розовые слюни. А там все вот, как оно есть в жизни, как есть на самом деле. Что нету таких, вы знаете, хороших всех. Каждый человек на самом деле действует чисто по ситуации. То есть нельзя сказать, что вот это хороший человек, а это плохой человек. Я думаю, что такого не бывает. Ну, может быть, в редких случаях бывают такие чисто плохие люди. Но, наверное, чисто хороших людей нет. А в основном все люди действуют исключительно по ситуации. Даже исходя из этих сериалов, исходя даже из каких-то наблюдений за жизнь. То есть чисто по ситуации. Это, кстати, нормально. Поэтому накидывайте идеи, какие вы смотрите сериалы. Этот с нуля обязательно посмотрите. Обязательно. Вот я его посмотрю, потом что смотреть не знаю. Опять в ТикТоке искать какой-нибудь хороший сериал. Ну, я говорю, многие сериалы вот именно оттуда беру. Поэтому накидывайте свои идеи, что посмотреть, какой еще сериал. Всем спасибо, кто досмотрел это видео до конца. До новых встреч. Пока.